Американские телеканалы готовились к долгому ожиданию. Начиная с своей спецэфиры после закрытия первых избирательных участков, ведущие предупреждали зрителей, нужно будет набраться терпения. Впрочем, к полуночи по времени восточного побережья США стало понятно, что картина ясная. Один колеблющийся штат за другим голосует за Трампа. Около 2.30 утра все переключились на трансляцию из Флориды. Дональд Трамп объявил себя победителем. Хочу поблагодарить американцев за эту невероятную честь. Быть избранным вашим 47-м президентом и вашим 45-м президентом. Это чистая победа. Здесь нет сомнений. Предсказания о неминуемых судах и битвах за голоса не сбылись. Республиканец Трамп возвращается в Белый дом. Более того, на этих выборах республиканской партии удалось взять под контроль Сенат и сохранить большинство в Палате представителей. В Верховном суде у консерваторов тоже преимущество. Трамп провел сюда нужных ему судей еще на предыдущем сроке. Таким образом, в ключевых органах власти за республиканской партией Соединенных Штатов последнее слово. Демократы разгромлены. Как это возможно? Для начала давайте посмотрим на карту Соединенных Штатов. Видите, как много здесь красного цвета. Дональд Трамп, что совсем уже неожиданно, победил не только по числу голосов выборщиков, как это было в 2016-м. За него проголосовало и простое большинство избирателей. То есть ситуации, как во время противостояния с Хиллари Клинтон, когда она взяла на 3 миллиона больше голосов, но проиграла по числу выборщиков, нет. Это значит, что Трамп показался приемлемым президентом значительному числу тех, кто прежде голосовал за демократов. Колеблющиеся Штаты. Все за Трампа. По предварительным данным, Джорджия выбрала республиканца со счетом 50% против 48. Дальше. В Пенсильвании, за которую яростно бились кандидаты, особенно в последние дни, то же самое. 50 за Трампа, 48 за Харис. Северная Каролина отдала 51% Трампу. В Мичигане, Висконсине, Аризоне, Неваде. Примерно такие же цифры, хотя там еще досчитывают голоса. Но знаете, что здесь особенно важно? Из всех перечисленных мною колеблющихся Штатов, на прошлых выборах только один. Северная Каролина голосовала за Дональда Трампа. То есть от демократов отвернулись шесть ключевых в электоральном смысле Штатов Америки. Мыслим ли это уровень разочарования? Ясно, что демократическая партия несет львиную долю ответственности за этот провал. Ставка на глубоко пожилого мужчину, от которого никак не хотели отказываться. Ложь о здоровье президента, которую навязывали в Белом доме прессе. И которую эта самая пресса уверенно распространяла. Очевидное отчаяние после дебатов с Трампом в телеэфире. И поздно одобренная фигура действующего вице-президента. Это все ошибки. Они следовали друг за другом. Когда Байден снялся в пользу Харри, стало понятно, что демпартия совсем не готова рисковать. А ведь в ее положении только риск. Нестандартные решения. Шоковая терапия. Могли повлиять на результат. Мог повлиять, наверное, губернатор Калифорнии Гевен Ньюсом. Популярный, яркий, понятный многим политик. Но для ржавой медленной системы не нашлось волшебного масла. Руководство демпартии осталось с безопасной, непопулярной Камлой Харрис. Я принимаю номинацию на пост президента Соединенных Штатов Америки. Эти выборы уникальны во всех отношениях. Давно стало ясно, кто бы ни одержал победу, результат будет историческим. Дональд Трамп – первый за более чем 120 лет президент США, вернувшийся в Белый дом после поражения на общенациональных выборах. Первый осужденный преступник на главном в мире посту. Камла Харрис в случае победы стала бы первой женщиной-президентом, да еще и темнокожей женщиной-президентом США. Но дело не только в рекордах. Эта кампания по степени напряжения и количеству сюрпризов превзошла, кажется, все видимые ранее ожидания. Зачем нужен голливудский триллер? Культовый сериал «Карточный домик» меркнет на фоне провальных дебатов выхода действующего президента из гонки на фоне покушения на жизнь кандидата и чудесного пролета пули в миллиметре от его уха, поднятого кулака и крика «Боритесь! Файт!» Все последние недели мейнстрим-медиа задавались вопросом, почему примерно половина населения США, тогда еще было непонятно сколько именно, но ясно, что примерно половина голосует за Дональда Трампа. В самом деле, пишет, например, респектабельный либеральный журнал «Атлантик». Неужели у американского избирателя амнезия? Одно из распространенных объяснений популярности Трампа заключается в том, что у избирателей амнезия, они совсем не помнят его пребывание у власти. Возможно, это правда, и это было бы более понятно, если бы Трамп потратил время после ухода с поста президента на то, чтобы измениться и стать кем-то, вызывающим меньше разногласий. К этому в том числе его призывали многие республиканцы. Однако он этого не сделал. Напротив, многие из его самых возмутительных качеств проявились еще очевиднее. Отложим в сторону очевидную оценочность коллег, но в сухом остатке, как ни крути, сплошь удары по репутации Трампа. Коробки с секретными файлами в туалете флоридской резиденции. Расследование уголовных дел. Эти самые уголовные дела, суды и даже вердикт виновен по 34 пунктам обвинения в мошенничестве. Все это не помешало фанбазе республиканца. В овальном кабинете будет сидеть уголовник. Редко в истории США встречается глава государства, чьи бывшие сотрудники в таком количестве и так истово критиковали бы своего бывшего босса, называя его фашистом и лжецом. Нет, на публику это тоже не произвело впечатление. Свою нынешнюю кампанию Трамп строил вокруг депортации нелегальных мигрантов. При этом главное обещание предыдущей строительства стены на границе с Мексикой за счет самой Мексики не выполнено. Но и это не смутило избирателей. Второе из основных посланий кандидата республиканца – это борьба с оппонентами. Демократы зло, говорил Дональд Трамп и обещал разобраться со всеми, кто, как он выражался, попытается украсть у него победу. Когда я выиграю, те люди, которые пытались жульничать, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Это будет включать длительные тюремные сроки, для того, чтобы такое развращение правосудия никогда не повторилось. И вот буквально за несколько минут до нашего эфира издание «Политика» написало о том, что у Дональда Трампа есть список людей, которым он собирается отомстить по итогам своей победы. Камала Харрис строила кампанию кардинально иначе. Эти двое вообще с разных планет. Ее месседж – объединение нации, защита прав и интересов каждого, социальная справедливость. В общем, за все хорошее против всего плохого. В отличие от Дональда Трампа, я не считаю, что люди, которые не согласны со мной, – это враги. Он хочет посадить своих соперников в тюрьму, а я дам им место за столом. Но времени у нее было очень мало. Это очевидно. Камале Харрис нужно было из не слишком популярного вице-президента превратиться в лидера нации за три месяца. Задача оказалась непосильной. Надо, впрочем, отдать должное ее выдержке. Эта кампания по своей интенсивности обошла многие другие. Не осталось, кажется, ни одного популярного шоу на американских каналах, где бы не появилась Камала. Из последнего – Saturday Night Live, где Харрис встретилась с актрисой, пародирующей вице-президента. Очень рада вас видеть, Камала. И я рада тебя видеть, Камала. Я здесь, чтобы напомнить – у тебя все получится. Но и Трамп не отставал. В свои 78 он показал себя сильным, упорным и нацеленным на успех политикам. И для многих, как выясняется, политикам эффективным. Среди голосовавших за него популярна такая мысль, мол, не важно, что он говорит, как и кому хамит, важно, что он человек дела, сильный лидер, способный вернуть людям чувство безопасности и стабильности. Что не удалось Камале Харрис, так это доказать американцам, что она не Байден, и что у нее тоже крепкий кулак. Не смогла она и убедить избирателя в наличии видения, понимания будущего. Но давайте разберемся, почему каждому из этих двух кандидатов до самого последнего момента давали равные шансы на успех. И почему Дональд Трамп все-таки оказался симпатичнее большинству. Поговорим о Трампе. Экономика, а точнее инфляция, вот что больше всего, как выясняется, волнует людей. Трамп им обещал и обещает более комфортную жизнь. И это хорошо продается. Харрис в этом смысле оказалась менее убедительна, как действующий вице-президент. Во-вторых, как выясняется, антииммигрантская риторика работает. Судя по опросам, избиратели склонны видеть в Трампе более эффективного менеджера, в той части, которая касается наплыва нелегалов. Ну и в-третьих, как пишет BBC, в Трампе многие нашли ту самую силу, способность принимать жесткие решения в нестабильное время. Мол, на этого парня можно положиться. Теперь, что касается Харрис, она, как считалось, привлекательна, прежде всего тем, что не является Дональдом Трампом. Уже этого для миллионов достаточно, но особенно интересно, что в ней видели приемлемую альтернативу некоторые умеренные республиканцы, те, для кого Трамп – оскорбление ценностей партии. Во-вторых, ее заслугой называли тот факт, что она не является Джозефом Байденом. Ну, видимо, не совсем убедительно удалось это доказать. Выступив вместо пожилого, слабого, бессильного, доживающего свой век на посту политика, она некоторому числу избирателей демократических позволила испытать некое облегчение. Но, видите, многие посчитали, что она все-таки будет продолжением Байдена и ничего нового предложить Америке не сможет. Наконец, Камеле удалось представить главной защитницей женщин в Америке. И, пожалуй, тема абортов единственная, что Камела Харрис отработала добросовестно. А еще у нее заразительный смех. И самая звездная группа поддержки из всех, что можно было бы вообразить. От Тейлор Свифт до Джона Бонжови, от Бейонса до Джорджа Клуни. Барак и Мишель Обама бились за Камалу, как за себя. Однако даже шоу-бизнес оказался бессилен. Камела Харрис не смогла показать себя самостоятельным индивидуальным игроком, способным принимать решения в кризисных ситуациях. Как находить нетривиальные выходы, противостоять диктаторам вроде Путина. Как ни пыталась вся прогрессивная общественность доказать, что именно она лучший выбор, она и не стала открытием политического сезона. Понятно, что и Трамп не Рузвельт. Трамп сам по себе неповторим. Что ж, единственный совет миру прямо сейчас. Пристегните ремни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...